Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советский рубль 1989 года выпуска Михаил Юрьевич Лермонтов. К 175-летнему юбилею со дня рождения русского офицера, поэта и художника Михаила Юрьевича Лермонтова была очеканена памятная монета 1 рубль. Заявленный тираж, вполне обычный, составил 3 миллиона, из которых 300 тысяч штук изготовлены в качестве пруф. Молодой поэт творил во время золотого века русской поэзии, его произведения отличаются энергией, выразительностью и красотой слога. Существует даже такая наука, как лермонтоведение, изучающее творчество этого русского классика. В Пензенской области, в селе Лермонтово, находится музей поэта. Другой музей расположен в Пятигорске, где Михаил Юрьевич провел последние годы жизни. Стоимость 1 рубля 1989 года обычная для частой советской юбилейки. Монеты пруф оцениваются в 2-3 раза дороже. Описание Аверса. Сверху герб СССР с 15 витками ленты, под ними буквы СССР. Ниже обозначение достоинства монеты, цифра 1, и ниже слово рубль. Внизу у Канта год выпуска монеты 1, 1989. Описание Реверса. В центре изображение Лермонтова. Слева от него полукругом надпись «M.U. Лермонтов». Справа в две строки дата 1814-1841. Внизу гусиное перо и подпись «Фоксимиле поэта». Общая информация по монете. Номинал 1 рубль. Год 1989. Название монеты. 175 лет со дня рождения русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Горд. Две вдавленные надписи 1 рубль. Между ними две вдавленные квадратные точки. Дата выпуска монеты 1989. Художник Бакланов и Колодкин. Скульптор Носов. Тираж 2 миллиона 700 тысяч штук. И, как я выше сказал, 300 тысяч в качестве ПРУФ. Они, естественно, более ценятся. Ну, если, конечно, они сохранились в надлежащем состоянии. Характеристики монеты. Материал медь-никель. Вес 12,8 грамма. Диаметр 31 миллиметр. Толщина 2,3 миллиметра. Цена на данный момент этой монетки составляет, например, в подобном состоянии, ориентировочно где-то 30-40 гривен. Если же в запайке состояние ПРУФ, то ценник около 150 гривен. Ну, а там уже как повезет. Я еще раз повторяюсь, это на сегодняшний день. Если в пластиковом слабе, сейчас такие, конечно, нужно еще поискать, потому что лежат по коллекциям, то там ценник уже можно где-то выставлять ориентировочно на 300 гривен. Но обратно же, конечная цифра неизвестна, потому что все зависит от покупателя. Ну, и на какие уступки пойдет сам продавец, обладатель монеты. Поэтому делаем такие выводы. Для начинающих коллекционеров я могу рекомендовать данную монетку. У меня на данные монеты, на юбилейные Советского Союза было уже достаточно роликов. Поэтому начинающие коллекционеры могут начать покупать подобные рубли на различные тематики. И начинать пробовать свои силы в нумизматике. И тем самым вы посмотрите, насколько это вас затянет, оттолкнет, и вы сделаете соответствующие выводы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!